Здравствуй, мой дорогой друг, и добро пожаловать на моё новое видео по игре City Driver. Прошлое видео у нас было видеообзором, пилотным видеообзором новых автомобилей для игры City Driver. Вроде как вам зашёл подобный формат. Спасибо вам, ребята, огромное за то, что поддержали эту идею, поддержали то видео лайком. И я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем вывести, ну так скажем, идеальную формулу обзоров вот этих замечательных автомобилей, которые будут в будущем добавляться в эту замечательную игру. Сегодня я хочу сделать обзор на второе платное DLC, которое выйдет ровно в тот момент, когда эта игра станет доступна, то бишь 5 июня. Стоит, наверное, сделать по марку. Этот Sprinter и Porsche Cayenne, который был у нас в прошлом видео, они будут включены в Deluxe Bundle. То есть, если вы вдруг захотите чуть больше поддержать разработчиков, да, и покататься, соответственно, на этих автомобилях, нужно будет купить Deluxe Bundle, и, в общем-то, там эти автомобили станут доступны. Либо они будут доступны к покупке отдельно. То есть, тут, ну, достаточно всё очень-очень комфортно сделано. Что же до Sprinter? Это у нас, если я не ошибаюсь, по модельным, их цифренно-буквенным обозначениям, W907 кузов. По сути, здесь, как бы, сам кузов остаётся от 906-го. Единственное, тут у нас обновлённая мордаха, и чуть-чуть у нас переделанный, переобновлённый немножечко салон. Выглядит машина действительно симпатично. Мне нравится, как разработчики обыграли логотип Мерседеса. То есть, по сути, осталось всё то же самое, только единственное, они вот как бы, вот эти лучи, да, они их просто загнули вверх, и получилась вот такая вилка. Но это вообще абсолютно не вредит общей концепции автомобиля, общему дизайну автомобиля, да, и выглядит он прям реально классно. Сама модель очень-очень крутая. Вот эти фары новомодные, поворотнички такие, как ленточка идут. Класс, реально класс. Этот автомобиль, так же, как, в принципе, любой другой автомобиль, который есть в игре City Driver, может также пригодиться для заданий, связанных с перевозкой коробок. И для этого здесь у нас есть вот такое огромное, извиняюсь, что-то двери. А двери можно открыть, пожалуйста? А, то есть я нажимаю один раз, и двери у нас открываются две сразу, я понял. У нас, в общем, есть вот такое огромное багажное отделение. К сожалению, внутрь зайти нельзя. Да, наверное, оно и не нужно. Но, несмотря на это, проработка здесь действительно очень-очень классная. Давайте мы откроем вот эту дверь. И так же мы откроем ещё дверь с этой стороны, дабы у нас было чуть больше света в салоне, и можно было более детально его рассмотреть. Ну, вот смотрите, какие текстуры. О-фи-геть. Вот, казалось бы, да, можно же просто наливачить, можно вообще какую-то плоскую текстуру сюда засунуть. Всё равно, как бы, здесь не видно ни хрена, по большому-то счёту. Но нет, разработчики сделали действительно хорошие текстуры, прям как всё в оригинале. Оригинальный пластик, оригинальная отделка. Молодцы. Прям вот хвалю. Блин, вот что-что, но детализация автомобилей в этой игре, это прям отдельный дифферам достойно, мне кажется. Открываем правую дверь, также сразу смотрим на дверную карту. Здесь у нас нифига себе. С памятью сидений у нас даже. Нифига себе, подогрев есть. Обалдеть. Такая жирная комплектация у нас. А чё, реально, что ли, на спринтерах есть память сидений? Я реально не знал. Я просто вообще даже в реальной жизни с ним не сталкивался ни разу, со спринтером. Видеть-то видел их, но... Чтобы они были такими жирными, обалдеть. И здесь у нас даже есть память сидений, подогрев, естественно, стеклоподъёмники, ректоригуровка, зеркал. Вау, да он прям такой кайфовый. Кстати, что я ещё хочу сказать. В случае, если вы это дополнение покупаете, вы получаете две версии. То есть, версия первая, это как вот сейчас мы видим, она у нас с автоматической коробкой передач. Ну и, собственно говоря, тут вот у нас селектора как такового нет, да. Есть также версия чуть попроще. В принципе, там наполнение комплектации то же самое, только единственное, там механическая коробка передач. Вот и всё. Больше они не отличаются ровным счётом вообще, в принципе, ничем. По салону. Давайте мы, наверное, залезем в салон, посмотрим, как у нас тут с детализацией, откроем двери, посмотрим, что тут у нас. Ну тут, естественно, все кнопочки, аварийку, пожалуйста, мы включаем. Она у нас... Начинает моргать? Да, начинает моргать. Давайте выйдем даже наружу, посмотрим, как у нас это всё отыгрывается. Вот повторители на зеркалах. Здесь у нас аварийка тоже работает. Здесь сзади она... Давайте мы закроем багажные наши двери. Да, тоже лампочки. Ну, прям классно на самом-то деле. Очень круто выглядит. Так, залезем обратно. Сиденье у нас, кстати, тряпочное. Нифига себе. Интересненько. Так, выключаем. Здесь у нас что это такое? Ну, это, по идее, кнопка для открывания дверей, но она у нас не активна. Не знаю почему. Было бы здорово увидеть, допустим, эту кнопку рабочей. Типа нажал, раз, у тебя дверь сдвижная открылась. Здесь у нас добавляется, либо убирается громкость, соответственно, музыки. В случае, если мы музыку включаем, больше у нас никакие кнопочки, в принципе, здесь не анимированы. Да, да. Кнопочки никакие не анимированы. Можем убрать руль. Здесь у нас включается, запускается двигатель. Здесь блок управления светом. Также, соответственно, ручничок вот так вот у нас работает. Свет также у нас можно включить просто обычные, как они, паркинг-лайт, они называются. Ну, просто там лампочки у нас загорелись и все. Ничего, как бы они света никакого, в принципе, не дают. Но сам факт того, что можно их включить уже хорошо. Дальше у нас идет авторежим, насколько я понимаю. Ближний свет и, соответственно, дальше у нас уже подключаются отдельно туманка передняя и туманка задняя. Не знаю пока, для чего они здесь нужны. Почему? Потому что здесь вроде бы как, ну, нет смены времени суток пока что в этой игре. Кто знает, вообще появится она или нет. Хотелось бы знать. И погодных условий плохих вроде бы тоже нет. Ну, в общем, да. Далее, по приборке. Классическая приборка, в принципе, да, здесь у нас отображается километраж, передача, погода. Время. Слева у нас идет спидометр. Вся индикация здесь у нас также, пожалуйста, работает. Справа у нас идет тахометр. Тоже вся индикация здесь у нас работает. Предлагаю запустить двигатель. Ну, тут еще звуки как-то, кстати, вот, как это правильно сказать, кондовость, вот, деревянность этих звуков, да, она здесь оправдана. Потому что это спринтер, вроде бы как дизельный мотор. И вроде бы да, здесь как бы вот такие плохие звуки, откровенно говоря, плохие звуки в этой игре, они, ну, может быть в какой-то степени здесь и даже к месту. Опять же, удручает отсутствие подсветки. Что бы я там ни включал, какой бы режим я ни включал, авто, не авто, ближний, не ближний, подсветка приборов здесь не работает. Но мне кажется, опять же, что это исключительно вот косяк ранней версии, так как я записываю это все дело сугубо до релиза. Салон. Текстуры сидений тряпочные, обалденные. Да и вообще, в принципе, сам салон сделан действительно очень круто. Я надеюсь, что как-нибудь у людей получится этот автомобиль вырвать и добавить его, сами понимаете, куда. Итак, мне нужно немножко времени для того, чтобы подготовиться к поездке. Найдем задание, связанное с перевозкой, наверное, да, посмотрим, как у нас там коробки стоят и так далее и тому подобное. Ну и попробуем выполнить тест-драйв и одновременно выполним какой-нибудь заказ. Так что погнали. Итак, друзья, подъезжаю я, наконец-таки, к точке задания. Немного прохватил я на этом спринтере. Хочу сказать, что физика здесь абсолютно обычная. То есть, как будто бы, знаете, ощущение того, что я еду вот буквально за тем же самым гольфом, который здесь также есть в игре и является дефолтным стандартным автомобилем. Просто разгон здесь слегка задушен. А в остальном абсолютно все то же самое. Возможно, сказывается здесь то, что игра и разработчики сами в своей же игре используют стандартный пресет, если можно так выразиться, стандартный пресет физики Unreal Engine. То есть, они не настраивали физику свою, они ее не делали. Единственное, наверное, только, может, они там настроили передаточные числа в коробке, передач максимальной скорости, мощности двигателей. Ну и как бы все, больше они ничего здесь не делали. Поэтому ожидать какой-то прям лютой физики, своей собственной физики от этого спринтера, не стоит от слова совсем. Так, где-то, 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 где-то здесь. Вон оно, это задание. Я его вижу. Главное, не промохать поворот. Так, аккуратно. Заворачиваем. Тут вроде кому-то нужно помочь что-то там то ли привезти, то ли перевезти. В общем, что-то такое. Так, я на автомобиле прям могу же заехать, да? Ага, мистер Тайр Ченджер. А, ну вот, собственно, стоит автомобиль, которому нужно помочь. Нажимаем букву F для того, чтобы начать задание. Отлично. Так, и теперь нас отправляет в магазин. Ух ты, смотрите, отражение. Офигеть. Ну, конечно, такого себе качества, но... Да ладно. Я впервые такое реально вижу в играх, чтобы в реальном времени от стекол отражались не только машины трафика, но и мы. Вау. Нифига себе. Вот это прикольно. Вот это интересно. Так, ну давайте полностью попробуем выполнить это задание. Машина у нас такая достаточно интересная. Ага. Проведем внедорожный тест-драйв. Посмотрим, как оно тут у нас. Так, нормально. Все, поехали. Газ в палас. Грузовичков спешит. Так, тут нам нужно будет налево. Едем по фиолетовой метке. Уху. Братан. Вовремя-то успел перебежать. Так, тут ДТП. Анализируем ситуацию. Братан, издепело. Откуда ты там бечила? Не гази на меня. Я быстрее поеду. Мне важнее. А я уехал куда-то, что ли? Подожди. Я, походу, пропустил магазин. Или не пропустил? Не, все нормально. Едем, едем, едем. Все четко. Вот она, да, наша метка фиолетовая. Нам надо на нее. Вот. Вялая разгонная динамика. К сожалению, я не знаю, сколько мы едем, потому что скорость посмотреть на этих приборах нереально, как вы понимаете, из-за того, что подсветка приборов не работает абсолютно от слова совсем на этой машине. Так, нам, видимо, еще дальше нужно. Так, брат, я воспользуюсь путями. Стабилизация душит, конечно, эту машину очень сильно. Я думаю, если бы можно было отключать здесь стабилизацию, она бы была достаточно неплохим дрифт-корчом. Можно было бы нормально тут выдавать. Она же на дизеле. Тяга паровозная. Первую, вторую и пошел, как говорится. Ну, подхват у нее бодрый. Говорю, очень сильно похожа на Volkswagen. Volkswagen очень прям сильно похожа на Volkswagen. Такой же резкий отклик на педаль газа. Так, у нас тут где-то слева, да? Насколько я понял. Да, прям в магазине где-то мы в каком-то берем в мастерской запчасти. Вот тут бы наручничке сейчас доподать. Ах, но нельзя, к сожалению. Аккуратно поворачиваем. Супер. Так, и нам вот сюда надо будет. Вот они, колесики лежат, которые, соответственно, мы должны сейчас будем с вами правильно загрузить наш замечательный автомобиль. Ну, и заодно проверим, как это все у нас работает. Так, наверное, мы можем открыть вот эту дверь боковую. Берем колесо и... Place object. Окей. Так. Видим надпись Place object и, соответственно, кладем. Так, ну, больше, наверное, сюда не влезет, поэтому мы берем с той стороны теперь, кладем. Place object. Ок. Отлично. Заодно полюбуемся на детализацию резины. Ага, все, шикарно. И, в принципе, дальше мы просто что делаем? Мы просто берем, садимся в автомобиль, везем эти колеса обратно и... Все. Задание на этом закончено. Если вы ждали какого-то здесь невероятного финала, получения каких-то невероятных наград и так далее и тому подобное. Нет. Здесь этого нет. Абсолютно обычное задание. Вот. Больше оно из себя ничего, к сожалению, своему не представляет. На этом все, друзья. Обзор я заканчиваю. Пишите в комментариях, как вам подобный спринтер. Хотите ли вы увидеть какую-то рпшечку с этим спринтером? Я думаю, очень много можно интересных ситуаций здесь отыграть, опираясь на опыт того же Евротрака, например, да. В общем, в любом случае, буду рад увидеть ваши комментарии, буду рад увидеть вашу поддержку в виде лайков, конечно же, и подписок на канал. Но на этом я с вами прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Пока-пока и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok